Привет, маньяк на связи. Вчера, да-да уже, вчера отгремела презентация Apple, на которой нам представили не один, не два, а целых три новых айфона. Какой подойдет именно тебе, расскажу в этом видео. Поехали. Знаешь, довольно странно получается. Нам показывают айфон 8, говорят какой он крутой, ты уже хочешь его купить, смотришь на все эти новые бомбические функции, как выходит на сцену, Тим Гог говорит тебе, у нас есть еще кое-что, и показывает айфон 10. Вот, серьезно, на презентации они называли айфон X, не айфон X, а айфон 10. И это немножко странно звучало, что нам представили айфон 7, потом айфон 8, а потом айфон 10. Че-то это мне напоминает ситуацию с винтез 7, 8 и 10, но окей, ладно, проехали. И айфон 8, и айфон 8 плюс, и айфон X эдишн, все они получили замечательный новый дизайн. И спереди и сзади стекло, которое лично они на презентации назвали самым защищенным, самым прочным стеклом, которое вообще использовалось за всю историю смартфона строения, если так можно сказать. Опять же, нужно это все будет проверить. Обязательно подписывайся на канал, если не хочешь пропустить видео с этим. Правда, я еще не уверен, буду я ронять свой айфон 8 или нет, чтобы протестировать все вот это вот, но опять же, подписаться можно. Разница только в том, что у айфон 8 и у айфон 8 плюс алюминиевая рамка по бокам, что несколько более практично, чем стальная, как это сделано у айфон 8. Опять же, аналогия Apple Watch Sport и Apple Watch обычные. Если мы оглянемся на опыт Apple Watch, то мы заметим, что вот эта вот спортивная версия, у которой алюминий 7000 серии сплав, он практически не царапается, практически не коцается. Если же мы посмотрим на стальные часы, то они довольно быстро покрываются мелкими, но все-таки заметными царапинами, и это нужно учитывать при покупке этого телефона. Также нужно понимать, что у айфон 8 есть один эксклюзивный цвет, которого нету в айфон эдишн, это розовое золото. Кому-то опять же это будет важно, девчонки, странные мальтишки, просто мальтишки, окей. Айфон X эдишн имеет только спейс грей и стилер расцветки. И опять же, довольно неприятный нюанс, который многим может не понравиться, айфон X эдишн будет иметь только черный передник, вне зависимости от того, задник у тебя белый или черный. Опять же, наверное, черная модель будет самой ходовой, но лично мне что-то приглянулся белый. Напишите в комментариях, как вам белый айфон X эдишн с черным передником. Как мне кажется, вроде прикольно выглядит. Понятное дело, оба смартфона получили влагозащиту, трутон дисплей, даже динамики вот эти вот двойные немножко обновили, и теперь они стали в несколько раз громче, и басы стали понасыщеннее, это прям безумно важно. Напишите в комментариях, как часто вы слушаете музыку или смотрите видео с динамиков. Лично я все-таки предпочитаю наушники, и, к сожалению, многие думали, что все-таки вернется разъем для наушников. Ни в айфон X, ни в айфон 8 не вернулся разъем под наушники, в принципе, лично я не ожидал, просто потому что есть и беспроводные наушники, и переходник на крайняк, поэтому, ну, как бы, я необходимости в этом разъеме пока что не ощущаю. Дисплей. У обоих девайсов трутон дисплей, это, ну, наверное, прям важно. Лично я очень надеялся, что хотя бы в айфон X edition появится все-таки промоушен дисплей, и я понимаю, что, блин, этот телефон стоит довольно дорого, но технологии-то промоушен могли бы добавить, ну, пожалуйста, Apple, ну, че, сложно что ли было, но все равно, окей, дисплей в X edition несколько лучше, 5,8 дюймов, я думаю, что мне не будет хватать его после Galaxy S8+, где 6,2 дюйма, ну, окей, я думаю, что справимся, я просто этот телефон 100% все покупаю, будет видео сравнение с Galaxy S8, со всем вот этим вот, будет куча видео, так что можешь подписаться. 458, HDR, OLED-технология, и, блин, я уже хочу себе этот телефон, к сожалению, будет доступен буквально через пару месяцев, нужно будет потерпеть, подождать, походить с Samsung эти пару месяцев, просто потому что iPhone 7 Plus свой замечательный я продал, но я думаю, что я выдержу с Samsung. Опять же, можете подписаться вот здесь вот на Twitter и больше узнавать моих ощущений от постоянного использования этого замечательного, наверное, все-таки в кавычках, Galaxy S8. Как же меня, блин, выбесило Apple на этой презентации все эти фишки с двойной камерой в новых айфонах, где ты можешь изменять там типа освещение, все дела? Да, это прикольно выглядит, да, это, ну, наверное, будет хорошо работать, но, блин, Apple, почему нельзя это было немножко портировать на iPhone 7 Plus? Я понимаю, что это маркетинг и что ты хочешь, чтобы тебе больше смартфонов купили, но железо плюс-минус такое же. С железной части не особо там все поменялось, и можно было как-то это портировать на старые айфоны, но нет, это Apple, тащи свою, сука, шкуру в Apple Store и покупай новый айфон за дорого. Вот так вот. В общем, камеры обновились, а у X-модели появилась даже двойная оптическая стабилизация обоих, мать их, линз, окей, ну, наверное, это важно, нужно было догнать Samsung. Все-таки Samsung это первое сделало, да. Новые айфоны теперь просто супербыстрые, ты знаешь, короче, они выпускают iOS 11, которая замедляет предыдущие девайсы, и поднимают iPhone X и iPhone 8 на уровень того же самого iPhone 7 Plus, как было на iOS 10. Это замечательная концепция, которой следует Apple, но окей, если на самом деле говорить, то я надеюсь, что хотя бы сейчас, когда появился ARKit, будет появляться в App Store все больше и больше приложений, которые будут задействовать весь потенциал твоего айфона, чтобы не было вот этого вот обилия всех этих фри-ту-плейных говняных игр, которые запускаются даже, блин, на iPhone 2G. Все-таки хочется больше АА-проектов, и я надеюсь, что это будет появляться. Беспроводная зарядка у обоих телефонов есть, и, блин, я немножко угорал с Apple во время презентации, и я очень надеялся, что все-таки они задействуют свой патент, который у них давным-давно есть, по беспроводной зарядке по Wi-Fi. Есть такая технология, довольно прикольно работает, у Apple есть патент, и когда сказали беспроводная зарядка, я прям надеялся, верил в Apple, но нет. Можно было скопировать всех производителей и сделать как все, только позднее всех. Но они, окей, отговаривались с тем, что у них теперь совместимость со всеми вот этими беспроводными блоками, которые есть в магазинах, которые есть в кафешках. Но, блин, Apple, где инновации? Где революции? Ну, Face ID или Touch ID. Знаешь, довольно сложно все-таки сравнивать сейчас, просто потому что нужно попользоваться обеими технологами и все-таки решить, что работает быстрее, проще, стабильнее. И все вот эти вот важные слова, которые говорят во всех этих сравнениях, все вот эти вот никчемные блогеры. Нормальные люди простым языком говорят. Вот это лучше и не парься, короче. Так вот, я лишь скажу, что над Face ID Apple реально работал. Он работает и в темноте, и распознает какие-то изменения твоего лица. И его можно разблокировать в очках, в шапке, в шарфу, вообще не важно как. Машинное обучение запоминает, как ты выглядишь, и каждые твои изменения подстраиваются. И вот даже нельзя будет взломать с фоточки твоей, и даже с 3D-маски. Это, наверное, важно. Опять же, протестируем. Подписывайся на канал, и ты увидишь это сравнение Touch ID и Face ID. Опять же, довольно интересное, мне кажется, будет видео. Ты знаешь, где эта кнопка подписаться, что тебе об этом рассказывать. Ну и, блин, все эти маски, все эти анимоджи, давай мы с тобой просто их не будем обсуждать. Просто потому, что это реально маркетинговые фишки, которыми ты не будешь пользоваться. Вспомни ты эту iOS 10 с фишками в iMessage. Ты благополучно перешел на свой WhatsApp, Telegram, Viber и другие мессенджеры. И не паришься вообще. Ну и тем более, ну, просто прикинь, сколько твоих знакомых и друзей купят себе этот iPhone X, чтобы пользоваться прям полноценно этой фишкой. Забудь об этом и не парься. В общем, как ты понял, различий практически нет. Отличаются они в основном только экранами и какими-то фишками, которые вытекаются из безрамочности iPhone X. И стоит ли переплачивать за экран 25 тысяч рублей? Именно такая разница между iPhone 8 и iPhone X на 64 гигабайта. Лично я считаю, что лично я переплачу просто потому, что меня реально бесит уже этот iPhone, у которого все одинаково на протяжении огромного количества времени. Ну, насчет тебя, решай сам. Вот, серьезно. Наверное, если ты недавно с Apple, если тебе особо, ну, и не нужен этот безрамочный экран, то 25 тысяч с экономикой купи себе лучше побольше гигабайт. Но, с другой стороны, блин, за этим телефоном будущее. Это самое совершенное, что сейчас есть на рынке. Они собрали все фишки Самсунга, все фишки свои, и получился какой-то монстр. Да, стоит дорого, стоит как какой-то прям топовый MacBook, но он все равно крутой, и ты его купишь. Но пока что можешь посмотреть видео, стоит ли покупать iPhone X Edition, ну и на канал подписывайся. Очень много видео будет про технологии гаджеты Apple, про новые iPhone, в общем, тебе понравится, чувак. Пока. Пока.